всем привет на канале удачман сегодня у нас свеженькая утречка на улице пока плюс 15 но тема в одном из последних видео в котором я показывал беспредел мигрантов в магазине появились очень многие люди которые начали мне высказывать свое мнение скажем так мягко выражаясь и говорить о том что я очень некомпетентный в делах охраны потому что охранники как они говорят мы охранники мы не имеем права причинять вот этим вот бандитам какой-то физический вред мы не имеем права их задерживать мы должны их предупредить мы должны их попросить чтобы они подождали пока приедет полиция что за бред объясните мне вот что за бред когда мы в молдавии работали в охране да и здесь многие охранники работают они не просят задержаться вот этого преступника вора в магазине пока приедет полиция они его задерживают вы не верите вот вам пожалуйста один из крупных магазинов у нас в городе я не буду говорить его название несколько лет назад еще до начала вот это вот российского вторжения на украину в этот магазин зашел один из украинских беженцев с донецкой области и набрал полный рюкзак разного товара там по моему было что-то наподобие косметики какие-то еще ерунда в общем камеры слежения его засекли детектив все это зафиксировал на мониторах и когда этот человек собрался выходить из магазина через кассовый блок его просто-напросто взяли под белые рученьки и завели в офис охраны все он начал рыпаться отпустите сволочи я сейчас с вами разберусь я сейчас вас тут всех порешу и так далее ну естественно он по-немецки ни слова что самое интересное живя здесь в германии пять лет на тот момент он еще не знал ни единого слова по-немецки попросили одну продавщицу которая знает русский язык перевести ему за что его задержали причину задержания и получилось так что оказалось у него в рюкзаке был товар еще из другого магазина из продовольственного который находится там же рядом и он когда ему перевели что его сейчас отправят в полицию и что ему грозит срок мужик почти сорока лет возраста он кинулся на колени начал плакать кричать что поганые русские напали блин на его донецк мы ему говорит продавец вы знаете мы не имеем никакого отношения к политике мы имеем отношение к тому что вы сейчас совершили детектив вызвал полицейских полицейские приехали оказывается этот товарищ находится в базе данных но именно так он и сказал что русские напали на донецк поэтому он и бежал от русских назад промышляя воровство это один из маленьких из таких вот мимолетных случаев как работает здесь охрана многие говорят что в магазинах нету охраной да есть здесь охрана особенно крупные торговые центры здесь полно охрана вы их не видите вы их не видите но они там есть это не как в анекдоте ты суслика видишь нет не вижу но он там есть здесь действительно есть охранники и многих из них знаю я когда заходишь в торговый центр кто-то стоит или на дверях просто так с кем-то разговаривает кто-то гуляет по торговому залу у многих вот этих вот детективов нет форменной одежды то есть вы никогда не определите охранник это или простой покупатель и когда мне кто-то говорит мол типа если бы ты попытался их задержать то они бы тебе вот по примеру вот этих вот обреков которые бомбанули виноводочные отделы магазине попытался бы ты их задержать они бы тебя положили блин накрыли и так далее вы знаете я не хочу похвалиться но я выходил один против двух когда я работал в охране один против двух и почему-то эти люди меня слушали я одного брал в железный замок второй шел следом как овца на заклане не знаю это инстинкт вот такой вот у людей этих бандитов у этих вот мелких хопух у этих преступников у них инстинкт такой если кто-то пытается из двоих убежать его задерживают сотрудники охраны следующие кто у меня были в смене ребята и у нас на смене когда мы работали в супермаркете на охране на смене у нас происходило очень мало воровства очень мало было краж потому что многие вот эти вот у шлепки знали что она команда вот этих вот оторванных работает туда лучше сегодня не заходить у других на сменах почему-то воровали и хвастались даже блин друг другу показывали вот что мы украли вот что мы украли все зависит от вас как вы работаете в охране но указывать мне на то что слышишь ты лысый да ты бы попробовал поработать в охране я лично один там написал что он лично работает в охране и он прекрасно знает немецкие законы что он не имеет права обыскивать этих преступников тебя дружище никто не заставляет их обыскивать у тебя в инструкции написано что ты обязан пресечь воровство кражу в магазине ты обязан задержать ты обязан содействовать задержанию у тебя в инструкции 34 программ кажется так написано ты не должен их избивать нет ни в коем случае ты не должен их обыскивать это сделает наряд полиции который приедет но вот так вот вести себя как вот эти вот охранники упали на телефон и звонят в полицию извините ну ё-моё ну дай ты в рожу этому уроду ему все равно плевать извините за выражение дай ты ему по рогам один раз если твои сотрудники охраны увидят что если ты вписался вцепился с этими уродцами значит и они должны будут точно так же себя вести если не нормальные охранники если не не сопляжуи какие-то с телефонами понимаете многих и вот я вам как-то рассказывал несколько месяцев назад когда у нас здесь тунисцы в этом лагере для беженцев бесились избивали человека за то что у него крестик нательный висел на шее и отметили ли охрану но скажу вам честно охранник он должен не только кичится тем что у него есть форменная одежда что у него есть допустим электрошок или газовый пистолет он обязан знать приемы рукопашного боя любой охранник потому здесь у нас в охрану и берут в основном то турков потому что ребята турки вот извините я не хочу никого выгораживать но молодые ребята турки они через одного все занимаются боксом каждый третий занимается кикбоксом потому-то их и берут в охрану потому что местные вот сами сами немецкие ребята они на самокатах катаются на самокатах катаются в playstation в 30-40 лет играют они не понимают того что грозит им если они к примеру будут работать в охране и попытаются защитить того человека на которого напали свои же вот эти вот сожители да скажем так нужно работать нужно уметь нужно не разглагольствовать всякую фигню те кто меня знают по молдавии как мы работали в охране тени дадут мне соврать а те кто пришли пришли просто так на канал и просто печатают всякую дребедень лишь бы только при привлечь внимание к своей персоне ну пусть печатают дальше пусть печатают это их личное мнение это их личные взгляды но я высказал свое потому что если ты пришел работать в охрану ты в первую очередь обязан знать приемы рукопашного боя ты обязан знать систему задержания преступника на месте совершения кражи если ты этого не знаешь что извините ты в охране нифига не потерял вот такие вот дела скажем так это не по горячим следам но а по теплым следам потому что видео вышло у меня позавчера утром сегодняшнее видео идет как бы дополнение к вот тому куску который я вам показал не забудьте подписаться на канал поделиться видео с друзьями оставить лайк свой адекватный комментарий не болейте всем удачи пока поделитесь пока 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 Продолжение следует...